Поплачете. Что? Поплачете. Я? Ну, бывает, когда там какое-то волнение, оно перехватывает горлышко. А слезы? Слезы? Мужчина? Нет. Ну, шрамы. Шрамы, шрамы. Шрамы от детских таких забав мы были предоставлены самим себе. И отец на фронте, мама работает практически круглосуточно в каких-то воинских организациях. Мы, трое, три брата, были практически предоставлены самим себе. Все и развлекались, упражнялись, как хотели, как могли. Нас никто не останавливал. Все были заняты другим работой, поиском питания, поиском топлива, поскольку мы в бараках жили. И нужно было находить и керосин, и печки топить, чтобы совсем не замерзнуть. Так что это шрамы, которые напоминают о уроках, часто очень таких опасных уроках детства, которые сегодня вообще неприемлемы и немыслимы. Ну, а если говорить о каких-то, так сказать, воспоминаниях более такого серьезного плана и связанных с духовной деятельностью, то у меня на первом месте воспоминания о нашей учительнице. Вот можете себе представить, этот класс, по сути, ну, у нас были родители, но мы были практически беспризорниками. Родители буквально весь рабочий день, а рабочий день тогда длился и субботы, и воскресенье, бесконечно долго были на работе, а некоторые из родителей из-за того, что семьи были и большие тоже, работали сразу на двух работах, вот. Мы были предоставлены самим себе и росли во многом как беспризорники. И вдруг появляется учительница, которая приглашает нас не только заниматься, не только познавать и получать какое-то образование, а мы учились в семилетней школе номер 579 на Павелецкой набережной в Москве. И она сама находит деньги и ведет нас пешком в Третьяковскую галерею. И нужно сказать, что она это делала несколько раз. И мы открывали для себя, вот это беспризорщина, по сути дела, открывали для себя мир Перова, Шишкина. И это все было тем делом, которым она могла и не заниматься. Потом она нас водила в филиал Малого театра на Большой Ордынке. Мне запомнился этот зал, тяжелый зал, штукатуренный, с какой-то темной краской того времени. Это была темно-зеленая краска. Тогда темно-зеленый цвет был почему-то главенствующим в покрасочных делах. Мне так казалось. И в этом холодном помещении мы смотрели «Двенадцатую ночь». «Двенадцатая ночь Шекспира». Это другой мир, это другие переживания, это интриги, это красота, это красота одежды, красота любви. И все это, эта учительница Нина Николаевна Синицына дарила нам. Дарила нам. И потом мы узнали, все это делала она на свою заработную плату, потому что школа эти вещи не могла оплачивать. Медведев, получив от меня отказ в его поддержке, на его желание получить следующий срок для работы президентом, я ответил отказом, считая его неэффективным президентом. и если говорить о моем отношении к этому человеку, то и сейчас я вижу, что я тогда был абсолютно прав, считая его, и сейчас я вижу, что и тогда я был абсолютно прав, считая его неспособным человеком государственного управления. Положительно. Причем, вы видите, я этот ответ вам дал практически без каких-то раздумываний. Положительно. И я считаю, что он вернул статус нашей страны в мире. И это было сделать непросто. Тем более, что это сделать непросто в условиях, когда уже многое из тех, кто представляет нашу элиту, не являются патриотами нашей страны. И это сложно ему, потому что вот эта колебательность и отсутствие строгой такой, вру, эта колебательность и отсутствие такой ориентированности в основном, в большинстве своем нашей элиты на развитие России является для него большой проблемой. Единственное, что я могу сказать, что каждый человек имеет комплексную оценку. И я считаю, что Владимиру Владимировичу нужно было бы внимательно посмотреть на работу своего премьера и своего правительства. Я думаю, что народ уже имеет все основания для того, чтобы дать абсолютно неудовлетворительную оценку работе правительства. И в первую очередь премьера. Трудно сказать, чем я сейчас не занимаюсь. Когда господин Медведев таким странным образом меня уволил, отлучил от моей любимой работы, когда я служил москвичам в качестве мэра, для меня самая большая опасность была стать пенсионером. Мне нужно было заняться каким-то конкретным видом деятельности. Я занялся сельским хозяйством. И до сих пор продолжаю заниматься им. И вижу в этом свой интерес. Хотя, конечно, там, когда меня спрашивают, а, собственно, ты какую выгоду имеешь от занятий сельским хозяйством? Это что у тебя, бизнес или хобби? Что я должен сказать, когда никакого результата по прибыли, никакой прибыли, это даже хорошо организованное хозяйство пока не дает. А с другой стороны, какое хобби, если у меня работает 100 человек? Если я взял ответственность за 100 семей по условиям их зарплаты, жизни, это не хобби. С другой стороны, это не бизнес, потому что государство бросило сельскохозяйственное производство на произвол судьбы. Я занялся поиском ответа на вопрос, а что нужно было бы в России сделать, чтобы сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство давало прибыль большую для государства, чем сегодня дает нефть и газ. И я нахожу эти ответы. Когда вот это вот, скажем, юное существо, так, и оно из своей среды, вот этой барачной среды, шлака на улицах, выгребных, простите, извините, туалетов, так, колонка во дворе, печное отопление, ужасные условия. Мы здорово голодовали. И когда он вот из этого всего мира вырывается, и ему показывают другой мир, ему показывают, что есть что-то такое, что выше вот всей этой ужасной системы, в которой он живет, и нужно тянуться к этому миру, нужно его познавать, слушайте, это очень и очень сильно влияло на формирование вот нашего мироощущения, нашего осознания того, что мир большой, мир широкий, и, может быть, мир еще где-то есть красивый, удивительный, к которому нужно тянуться, который нужно познавать, это, я считаю, может быть, это было и не так много, это, может быть, было той редкостью, но это было невероятной ценностью, которая формировала совершенно иное представление о жизни и формировала иное представление о целях.